В Киеве состоялся интерактивный диалог представителей бизнеса и руководства Министерства юстиции. Обсуждали главные изменения в отрасли. О них далее в сюжете. Украина по-прежнему сталкивается с сопротивлением старой системы, которая желает зарабатывать на предпринимателях. Закон «Маски-шоу-100», принятый в конце прошлого года, полностью не искоренил незаконные обыски. Однако судебных ходатайств по ним стало меньше. В Министерстве юстиции намерены и далее бороться с аграрным рынком. В прошлом году, во время сбора урожая, Кабмин уже запускал региональные антирейдерские штабы. Не было в прошлом году, были честны в количестве конфликтов, в том числе кривых конфликтов, связанных с крадежками урожая, отбором земли и фактически снищением агробизнеса в этот период времени. Добавим, Кабмин намерен возобновить работу антирейдерских штабов на период посевной кампании. В случае аграрейдерства в Министерстве юстиции просят обращаться на правительственную горячую линию 1545 или в региональные антирейдерские штабы. Отдельно коснулись и темы рейдерства в целом. По словам спикеров, количество жалоб со стороны бизнеса уменьшилось после того, как в 2016 году заработал антирейдерский закон. Документ, в частности, ввел уголовную ответственность регистратора и усилил защиту электронных ключей. Ну, достаточно редко может быть такая ситуация, что кто-то прокинулся и в него просто на ровном месте что-то вкрали, отрейдерили, забрали корпоративные права, майно и так далее. Зазвичайно все начинается або с наявностью корпоративных конфликтов, або с наявностью непогашенных позиций, або с наявностью неповернутых борьев. Чтобы не допустить рейдерства в Министерстве юстиции, рекомендуют бизнесу проводить аудиты своих слабых мест.